Когда в неведении чахнут души, Когда сердца насквозь прогрызла ложь, Я призываю всех людей послушать И посылаю всем обычный дождь. Эти строчки написал талантливый актер театра имени Бестужева Александр Кузнецов. Свой сборник стихов он назвал «Возле завтра». И говорить о поэзии в отрыве от сцены просто невозможно. У него всегда глубокая, вдумчивая работа над ролью, он всегда идет мимо штампов. И через лирическое восприятие, через собственные ощущения ищет ответы на главные вопросы в жизни. О монологе души и авторском видении сегодня специальный выпуск программы «Культурная виза». С вами, как обычно, Наталья Китаева. И мы начинаем. Субтитры создавал DimaTorzok «Смех». Ну вот помнишь? Пять лет мне исполнилось, мы сидели чай пили за столом. А отец сидит и потешается над зимой. А я ел балбан и сам думаю, что ж ты дурак такой, ну что ж ты смеешься-то над зимой? Подошел, что было силы, и укусил его, забались. Помнишь, как он разъедился? Он стал первым в семье, кто решил связать свою профессию с творчеством. Восемь лет по просьбе мамы сыграл на утреннике Незнайку. И очень удачно. Педагог мой будущий по актерскому, по театральной школе. И как-то я попросил маму, что может это попросишь, может я понравлюсь. И она подошла и сказала, что у меня сын выступал. А кого он играл? Не знаю. Ну, да конечно, пускай приходит. Затем театральная студия в селе Нестеровка пограничного района Приморского края. И непростое решение поступать на актерский. Конкурсы были, значит, пять туров было. И первые три тура проходили раньше всего. То есть сначала я подал заявление в Институт восточных языков, где меня по футболу могли взять уже. И сказали просто прийти на экзамен и там тебе поступишь. А так получилось, что я уже три тура прошел в театральный. Ходил параллельно с нашей девочкой, тоже актрисой работала у нас, Соня Кулешовой. Мы с ней оба ходили в театралку. Одногодки были, но с разных классов. И она поступала целенаправленно, а я в поддержку ей пошел тоже так. Ну и вот так поддержку мы оба поступили. И мне уже на третьем туре сказали, что давай определяйся, либо там, либо там. Документы надо задавать полностью. Совершеннейшим почтением суды. Честь имею в вашем поклоннейшем суду. Вот это вот любительское мое занятие в театральной студии, оно было настолько в любительском уровне, что придя туда, мне пришлось столкнуться с совершенно другой профессией, которую я себе представлял. Угостила меня драгоценная супруга. Ой, что ты мне людям на глаза показал? Оказывается, я ничего не умею. А мне казалось, что я уже, все, все, господи, я уже на сцене там блещу, там меня все славянка знают. И мне как бы так дали сразу понять, что парень, ты проф непригоден. Мало того, тебе переучивать надо. И два года мне ушло именно на переучку. То есть первые два года мне было тяжело. Саша был такой, заводила. Он в КВН играл и все. И по нему это было видно. Он был очень веселый. Он, насколько я помню, не умел играть на гитаре. Он истерзал там все муши и научился. Он абсолютно не умел петь вообще. Его невозможно было слушать. Это был кошмар. И Сашка научился петь. И на первом курсе он... То, что надо. Да. Научился единственное на нашем курсе делать всякие разные фляйки, сальто, прочее. У нас, когда началось там сцена движения, он ходил, брал маты, прыгал, прыгал, от стенок прыгал. В общем, ну, тогда-то он это мог. Сейчас мы говорим, Саша, давай спина. Вот. Ну и, в общем, сделал себя сам, как говорится. Мы с вами, наше поколение, мы же воспитаны на фильме Чучело, правильно? Мы же с вами... Мы же с вами ровесники. Ровесники? Я не думаю. Мы Чучело не смотрели, мы Нирвану слушали. Я тоже слушала Нирвану. Ну, сколько вам? 35? 30. Господи, мы с вами почти ровесники, мне 35. Да? Вы такая молодая. Вообще, вы молодо выглядите. Я просто думал, сейчас придет такая тетка с красными волосами, знаете, в майке такой, все, будем. Да, тетка! С актрисой Светланой Полянской Саша познакомился еще в академии. Мы все были в академии, все учились, и даже когда на работу пришли, у всех были зажимы. У кого-то там ступор, у кого-то там кто-то неестественно двигается, у кого-то там противоход не работает, на сцене еще что-то. А Саша текст говорил за тебя. Вот вы разговариваете с ним, да, ты говоришь ему там, о боже, как же! А он... Ну, говоришь, в общем, там что-то текст там, ля-ля-ля-ля-ля, а у него в это время рот шевелится, он твой текст проговаривает. И мы говорим, Саша, ты что делаешь? Он говорит, да, я не замечал. И потом нам сказали, что, типа, ну, это зажим. В театре имени Бестужева Кузнецова пригласил лично директор Петр Степанов. После просмотра дипломного спектакля он предложил переехать в Улан-Удэ. Первые гастроли, которые были в город Ангарск, так как у меня еще репертуар не набрался, и поехали они мои спектакли, и чтобы я... Я остался один-единственный из артистов, и чтобы я там балду не пинал, меня взяли в монтировщикам. Первые мои гастроли были монтировщиком, да, в Ангарск. Вот я тогда познал азы этой профессии и понял, что лучше я уже актером. Я теперь с уважением отношусь к любому другу. Ну, наверное, это был хороший, ценный опыт, потому что никогда я плохого слова не скажу ни монтировщиком, ни бутафором, ни реквизитором, потому что я знаю, что и у них, и у них очень тяжкие тут. И мне хватило этого на всю жизнь. Я монтировщиком не хочу быть. В театр он пришел лет 10 назад, наверное. Мы тогда с ним впервые столкнулись в спектакле «Чудо-цвет сказки». Он... до сих пор мы играем эту сказку, и в сказке он играет кота. В театре его ласково называют Кузя, потому что его все любят. Такой очень доброжелательный, очень такой ласковый, даже можно сказать, человек. Но давай все-таки не будем забывать, что моя мама купила к нашей с тобой свадьбе некоторые продукты, часть из которых уже испортилась, в то время как другая их часть, по-видимому, испортится в течение следующей недели. Кто этот, может, шерчет? Мой шерчет. Этот. Итак, ты уже неделю, живешь в этой, с позволения сказать, комнате. Ну что же, моя любовь способна вытерпеть и этот эксперимент. Но для начала, дорогая, давай мы все имеющиеся версии каким-то образом классифицируем. Вот вы, например, не могли бы мне назвать свою парню? Балясников! Балясников! Это просто тебе похоже. Балясников, ну что же, Балясников, знаете, это многое объясняет. Значит, ты не носила, дорогая, ты и провела всю эту неделю. Ну, Сашу я знаю очень давно, с 10-го класса, по-моему, он в нашу школу перешел. Жили мы в поселке Славянка на Дальнем Востоке. Вот, и там начали общаться. Мы до этого в одной команде в футбол с ним играли, но он почему-то меня не помнит. Вот, не знаю, как так получилось, я тогда тихоней был совсем. И вот мы закончили один класс, он сразу пошел на актера учиться, а я пошел на историка. Нравилось мне очень. В общем, через год мы с ним встретились, он поднимался с Академии, ну, с Академии искусства общежития, я шел мимо. Спросил у него, когда там у вас вступительный экзамен, но он, естественно, не поверил, поржал надо мной. Ну, собственно, вот мы здесь с ним оказались, в общем, отучившись в одном вузе на разных курсах. Вот, оказались с ним вместе в одном театре. Он, наверное, не очень изменился, он всегда был таким парнем, вроде бы, с одной стороны, как бы он такой весь и хороший, такой и правильный, но иногда может и зачудить как бы очень сильно. Почему это интересно здесь, этот вегетариантский ресторан? Ну, потому что мои родители его открыли, матер. А кому нужны те, кто не едят мясо? Господи. Вегетарианты едят мясо. А кому нужен ресторан, где нет мясо? Кому же вегетариантам? А кому нужны те, кто не ест мясо? Да, Господу Богу, матер. Господу Богу, мы же те, кто не ест мясо. Много любят вегетарианцев, а мясо едят, которые отправляют в банк. Это не правда. Это правда. Это не правда. Ты проститутка, Роза. Откуда ты можешь знать, что правда, а что нет? Ну, может, я и проститутка, но я знаю, где правда, а где нет. Откуда? Из жизни. Из какой жизни? Из жизни проститутки? Я хожу в кино. Ладно, тогда понятно. Наверное, играется легче всего роль, которую понимаешь легче всего. Есть недополненные роли еще, которые до сих пор в процесс идет. Есть роли, которые ты понимаешь и понимаешь, куда дальше идти. Наверное, они и получаются. Артист признается, одна из самых сложных работ – спектакль Сергея Левицкого «Ричард Третий». Я вас освобожу и сам за вас погибну. Я еще пришел в горьком санта. Тюрьмя, брат. Недолго вы будете в тюрьме. Приходится терпеть. Вообще, в постановках Сергея Левицкого трудно работать, но интересно. Потому что, помимо своего персонажа, ты играешь весь спектакль на полную катушку. Потому что я к Ларенцам в начале первого акта ухожу. Как помните, меня казнят на электрическом стуле. И потом я играю очень много второстепенных ролей. Так же и Ричарда Алеклифа – это просто постоянные переодевания из сцены в сцену. У меня там три или четыре костюма. И некоторые нужно по два, по три раза надевать. И некоторые переодевания просто очень быстрые. Поэтому тяжело в том плане, что ты целиком не отдаешь себя какой-то одной сцене. Мне весь день перед спектаклем настраивать, как я к Ларенцам. Потому что мне нужно распределиться на весь спектакль. И как-то отдать часть энергии большинству на Кларенца, но ее оставить для остального спектакля. Вот это большая сложность. Ну и это и большой интерес. Мисс Дулитов, вы собираетесь идти домой через парк? Позвольте, пожалуйста. Еще чего? Пешком топать? К чертям собачьим? Я в такси поеду. Саша, он, вот он как служитель театра. Потому что он, если вот он что-то не выносит в себе, если вот он что-то, не важно, даже с каким-то огромным трудом, мучением, какими-то неудачами, еще с чем-то, но он все равно, он будет идти. И он делает это очень честно. И всецело этому действительно отдается, думает. Мне как женщине невозможно обидеться на него. Мне, как любой женщине, хочется иногда вот обидеться. Как-то я накоплю в себе, наберу вот эту вот какую-то обиду, продумаю все о том, что вот, как надо ему сказать, как надо ему ответить. И вот здесь вот еще вот этого вот добавить. А вот этого я еще никогда не говорила. Вот это я еще добавлю. И вот это я ему обязательно скажу. И в завершении я ему еще вот так вот скажу. Все там внутри, все горит. Думаешь, все, я все вот только мне добавляю. Подходит Александр, шутит каким-то образом. И все. И мы вместе смеемся. Я, Дом, подождите, постойте, у меня третий акт. Я в третьем акте должна сыграть драматизма, полную сцену и все такое. Ну все. Финит или о комедии. Третьего акта не будет. Вообще мы стараемся как-то больше с юмором, с юмором жить, относиться к жизни, к семейной, к проблемам. Любовь это не друг на друга, а в одну сторону. Ну любовь это все. Это то, как ты смотришь на мир, то, как ты общаешься. Саша, он однолюб. И мне нравится, что он вот на протяжении, наверное, всего времени, когда он пришел совсем юным, и любит он одну женщину, Кристину. И долго шли они к этой свадьбе. Наконец они поженились, и все у них хорошо. Мне кажется, Сашенька – это поцелованный Богом человек. Он и актер хороший, он и поет, и какие стихи сочиняет. Берешь ладонь и жмешь груди, и плавишь нежным своим взглядом. Зачем я на своем пути столкнулся с этим сладким ядом? Ночь, улица без фонаря, аптека потерялась где-то, а я руками твой наряд сжимаю, как дитя, конфету. Писать стихи Александр Кузнецов начал еще на втором курсе Академии. Вместе с одногруппниками организовал даже литературный клуб «12 апострофов». Внутренний он не изменился, наверное, потому что он и был таким поэтом, к чему-то стремящийся. В нем это вот какая-то такая нота, она в нем осталась такая лирическая немножко. Потому что у него очень интересные стихи. И у нас вот Антоша Контушев писал и Сашка. И они были абсолютно разные. Ну, такая у них разная стилистика. Вот. И они, значит, собирались и говорили, «Твои стихи — это не так, это твои стихи ни о чем, вот мои». Я просто хотел как-то одно время попробовать сочинить на них музыку, попеть их. Но, к сожалению, как-то не случилось все. И с Александром мы договаривались о том, что у меня есть много заготовок музыкальных, и он попробует под музыку стихи. Я не знаю, как обычно песни пишут, пишется все сразу. Ну, поскольку я стихов никак не могу написать, а Саша пишет стихи, пишет неплохие стихи, вот мне хотелось бы с ним вместе поработать как композитор с автором, с поэтом. Путь поэт — это постоянный поиск, не надо зацикливаться на одном. И чем разносторонний ты развит, тем лучше, считаю. Как бы, человек должен, как говорил Толстой, у человека есть свойство меняться, и он должен меняться, потому что, как бы, путь по прямой неинтересен. Вот такой путь гораздо интереснее, пускай проб и ошибок, но он гораздо интереснее и лучше. А вы с вашими современными ушлепками стираете в порошок последнюю надежду, в порошок весь ваш долбанный театр. Вы и Шекспира поставить по-человечески не можете, и уже все новое заранее все обгадили вот такими вот постановками. Мне кажется, очень животрепещущий текст. Ну да, про самый театр. Ну, видишь... Ну, здесь... А ты согласен с этим? Слушайте, естественно, да. Да. Ну, потому что здесь именно говорится про такой театр, который, ну, про что? Это не любовь людей, да? Которая, вроде бы, казалось бы, то же самое, что современный мир, что люди наворотили там, да, и вот это напоминание об этом. Там все равно есть момент такой, что это можно предотвратить, как бы... И здесь, это тоже здесь... Ну вот почему он выглядит, как нелепым, наверное, в этой ситуации? А вот так? Ну, потому что, мне кажется, тут есть все равно такой, как его такой крик в пустоту. Да. От этого его крик, ведь ничего не изменится, правильно? Ну, в большинстве не изменится, мне кажется, а может, у кого-то и что-то из зерно посеется. Да. Они рассуждают о новой драме и готовят премьеру, комедию перед потопом, известных в России современных драматургов, братьев Пресняковых. Режиссер Тадас Монтримас называет тему неоднозначной. Неоднозначно в том смысле, что она такая и смешная, а очень серьезная, с другой стороны. И то, что мы сейчас занимаемся вот этими поисками, как говорить про серьезные вещи, очень легко. Наверное, это самый большой такой вызов сейчас, как про серьезные говорить просто. Ну, то есть не просто даже, а с каким-то комизмом. Ищем комизма в каких-то проблемах, может быть. Это про какую-то ситуацию, наверное, в обществе, когда от каких-то проблем уже, ну, не хочется, наверное, плахать, а просто хочется посмеяться уже. Потому что это такое, как какие-то куски нашей жизни, про которых рассказывается в пьесе, они уже настолько абсурдные, как будто, что нет места какого-то для адекватного, для адекватной реакции, а есть просто как будто, ну, если не с юмором, то уже никак. Пьеса состоит из семь картин. Их всех объединяет такой есть герой, Йон, от которого играет Александр Кузнецов, который узнает, что приближается конец света, и он избранный человек, так сказать, высшими силами избранный человек, и ему надо собрать животных, собрать всех, кого любят, в лодку, которую ему обещали. Вот, и вот как будто вся вот эта такая, как сегодня, например, собрать животных. Вот вы представляете, как будто, да, и мы как будто видим, насколько сейчас было бы невозможно, даже, ну, практически невозможно быть спасателем сегодня. Потому что настолько сложный стал мир, настолько, настолько много правил. И если мы хотим быть, ну, как-то жить по правилам, то спасти уже сегодня не получится никого. Это как бы персонаж, несмотря на то, что довольно-таки библейский, да, и во всех отношениях положительный, он не очень-то и положительный, но для других. Потому что чересчур правду говорить всем не всякому интересно. Ну, и как бы по пьесе якобы ему такая возможность дается, потому что он самый правдивый всех. Не праведный, а самый правдивый. Поэтому и вы грешили меньше всех. И, дескать, на что я оправдываю, ну, как вы плохо меня знаете. То есть впервые будет здесь такая сценография, где павильон будет на сцене, потолок которого закрыт. И только есть такой, как атриум. Такий, знаете, световой колодец, который в храмах бывает иногда, да. Вот, когда все закрыто и есть только вот какое-то, ну, посередине. У нас тоже вот, как будто мы играем с одним атриумом. Как будто вот это такое ощущение, что вроде спасение есть еще, откуда свет падает. Но достаточно много вот этого, как будто такого груза, который над головой, кажется, который может рухнуть. Вот такая какая-то неуверенность в будущее. Играешь доброго еще, где он злой. Играешь хорошего еще, где он плохой. Играешь бедного еще, где он богатый. То есть, от противохода, как говорится. Янусианское мышление. Такое понятие есть, когда идешь к чему-то с обратной стороны. То есть, ну, или одного вопроса, и с разных сторон начинаете достигать. То есть, чтобы найти точку соприкосновения. Он может играть все. Он может играть бессловесную роль. Может играть героя. И всегда это интересно на него смотреть. Всегда. ПЕСНЯ 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 Он же, в принципе, мог совершенно по другому пути пойти. Почему? Потому что, ну, этот тогда ребенок, он учился в частной школе. Родители занимались его образованием. Он достаточно неплохо образован, начитан и так далее. Он же собирался поступать куда-то на имьяс. Я думаю, что сейчас, по крайней мере, как он делает уроки с ребенком, я вижу, что, по-моему, на физмате смог бы неплохо учиться. Он, видите, а вот, как бы, человек сделал какой-то выбор такой в жизни, не то чтобы в сторону того, чтобы пойти куда-то зарабатывать деньги, да, там, или как-то более удачно устроиться там, что-то еще продумать. Нет, человек без задней мысли вдруг решил себя посвятить полностью творчеству. Вот была мысль поехать куда-то, вот, на какие-нибудь там курсы, там, по повышению квалификации в школу ИСТД куда-нибудь, да, и я понимаю, что меня не выпустят просто. Весь репертуар полностью как-то заменять, вводить, а это очень много времени, а его никогда нет. И просто из-за этого я понимаю, что я не выездной просто человек. Я не могу себе ничего позволить на две недели никуда уехать. Может быть, по-моему, как-то надо, но это вот нужно очень готовить заранее, чтобы поставили эти две недели спектакли. Ну и нет таких спектаклей, где они заняты две недели, чтобы шел репертуар какой-то. Поэтому сейчас, как бы, я, скромно говоря, самый занятый артист в трупе. Действительно, за 10 лет сыграно более тысячи спектаклей. Каждый раз артист проживает свой образ по-новому. Его интересует не результат, а путь познания. При этом он никогда не играет банальных, заурядных персонажей. Все они странные, сложные, необыкновенные люди. И злодеи, и герои. Друзья называют Сашу человеком от Бога. Он одарен всем, чем можно только пожелать. Сам артист говорит, главное всегда оставаться искренним и видеть во всем любовь. Вспоминая спектакль «Пьяные». Там говорит Бог есть любовь. Да, все есть любовь. Стул есть любовь. Телефон есть любовь. Твой кроссовок есть любовь. И там не объясняется, почему. А я, как бы, после прочтения некоторой литературы, я понял, почему это происходит. И это такая очень интересная философия. И она всеобъемящая. Я понимаю, почему есть Бог есть любовь. Бог есть любовь, и все есть любовь. Хорошо! Что, хорошо, скажи этот слух! Что сказать? Что ты тоже слышишь, что подплакано в своем сердце! Я слышу, что подплакано в своем сердце! Кошмар! Давно я так не набивался. Вот видишь, видишь, как это оказалось просто. Здравствуйте! Как говорится, мы создаем театр и внутри себя. Играем в нем комедии и драмы. Все зависит, наверное, от мира ощущения. А стихи помогают выразить его авторски по-своему. Настоящая поэзия, она как катализатор, с помощью которого чувствуешь, что становишься духовно богаче, добрее и гармоничнее. Саша он такой. Впереди у него большая роль. Обязательно сходите на премьеру перед потопом. Театр имени Бестужева 27 и 28 июня. Увидимся там. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Стиль ведущий салон Красоты Секрет. Улица Жуковского, 7, телефон 575-575.